Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Мне 32 года, а я никогда не хочу, чтобы мама за меня радовалась. Касается именно отношений с мужем, я охотно расскажу, что-то плохое, чтобы вместе расстроиться, переживать, что-то, короче, преумещаю или вообще преподношу в другом свете или не рассказываю. При ней я не хочу показывать ей свои тёплые отношения к мужу, не хочу, чтобы она знала, что у нас всё хорошо. Когда она в гостях, отношусь к мужу очень холодно, внутри прям всё сопротивляется. Что это? Как это искоренить? Это очень напрягает. Ну, интересно, что вы спрашиваете про то, как это искоренить. Вот, я бы как-то не смотрел бы в сторону искоренения больше, потому что вполне возможно, что это такая вот, скажем так, как некоторая особенность вашей личности, в том числе. То есть я бы как-то не смотрел в сторону именно искоренения. Я бы больше, наверное, смотрел в сторону... Ну, для начала. Да, для начала. Просто исследование этого момента. Дальше уже можно как-то смотреть, изучать, но искоренение не очень хороший мотиватор. Дальше. Вы говорите, что вас это напрягает. Вот. Хотелось бы... Понять чем. Ну, то есть... Ну, общаетесь вы с мужем... Своим... Холодно... При... Там... Ну, при, грубо говоря... Маме. Ну, не рассказывайте ей... Маме, в смысле. Эээ... Ну, ничего... Эээ... Ничего... Эээ... Ну, х... Хорошего, да? То есть вот... Как-то делитесь только... Эээ... Делитесь только... Плохими... Какими-то моментами. Вот. С ней. Ну, и... Что? Почему... Почему это... Проблема? Для вас. Вы... Перед мамой вину чувствуете? Эээ... Я... Не знаю... Плохой дочерью. А, вот. Жалко... Эээ... Ну, жалко вам её... В смысле, маму. Вот. То есть... Почему вас это напрягает-то? Чем вас... Чем вас это напрягает? Хотелось бы вот этот... Этот момент... Как-то, конечно... Поисследовать. Дальше... Эээ... Следующее... На что я бы... Обратил ваше внимание. Эээ... Первое, что мне пришло в голову, когда я читал... Ваш текст это ревность. То есть... Вы ревнуете... Условно говоря... Своего мужа... К... Маме. Наверное, так правильно будет сказать. Всегда путаюсь, когда... Речь идёт о ревности, поэтому... Если ошибся, то... Простите, пожалуйста. Эээ... Не уверенно вы себя чувствуете... Эээ... Чувствуете... Прямую же... Рядом с мамой. Вот. Как будто бы она... Ну, не знаю... Оспаривает, что ли, вашу... Женственность... Оспаривает вашу... Красоту, вашу ценность. Прямой, вы боитесь... Эээ... Показать... Себя... С такой стороны... Как... Женщина, как... Счастливый человек. Возможно. Может быть, это... Даже и не страх. Может быть, это... Стыд... Стыд... Вина. Вот. Ну, а мне лично кажется, что... Это некое соперничество. Вот вы... Говорите, что... Что-то сопротивляется. Ну, вот... Стыд... Было бы хорошо. Очень было бы хорошо. Если бы вы постарались увидеть, а что именно... Сопротивляется. Ну, наверняка, вы... Понимаете как-то... Что... Чувствуете... Сопротивление. Сопротивление. Наверняка... Как-то вы это отслеживаете. То есть, сопротивление вами... Вами замечается. И было бы очень хорошо, если бы вы... Просто за ним проследили бы дальше. И... Просто посмотрели бы на то... Какие... Чувства... У вас возникают... Когда вы его ощущаете? Ну... Имеется ввиду... Злость на маму. Страх перед ней. Может быть, жалость. Может быть, стыд. Может быть, что-то еще. Понимаете? Вы делитесь с мамой только... Негативом. И... Так вы чувствуете себя... Ну, знаете, в большей безопасности. Просто вам... Вам более безопасно. Вот. Не рассказывать ей что-то хорошее. И... Это, конечно... Вызов для вас. Это, конечно, вызов для вас... Довольно серьезный. Потому что... Если вы признаете... Эээ... Вы рискуете, конечно... Оказаться... Скажем так... Плохой дочерь. Ох... Ээ... В общем... И... В этом... Эээ... Случше... Эээ... Вероятно... Вы бы стали винить себя еще больше. Вот, то есть я бы какой-то такой здесь срез бы сделал, да, то есть вы на данный момент отрицаете в себе какую-то свою честь, которая маме вот явно по душе бы, наверное, не пришлась. Вот, ну и вы вслед за мамой, да, которая вас могла бы с легкой руки осудить, так же себя в этом будете обвинять. Вот, если так поступить. Ну, в целом, конечно, я бы сказал, что речь идёт про некоторую вашу верность. Что-то вы такое в самой себе подозреваете. Дело же ведь не в том, что мама может сделать, как она может отреагировать на то, что вы скажете ей. А дело в другом, дело в том, как вы, как вы сами на это отреагируете. понимаете, да? Вот, поэтому здесь или стыд перед взрослением. То есть вам буквально стыдно показывать маме, что вы взрослая. Здесь или стыд перед взрослением, или вот соперничество. К моему большому сожалению и в таком случае, если мы говорим о соперничестве, то это история про вашу уверенность в себе и ваши страхи, с которыми можно и нужно работать. Вот. Может быть в отношениях с вашим мужем что-то есть такое, такое, что так же мотивирует вас особенно не распространять относительно вашей жизни. Вот. Такое тоже может быть. Поэтому, конечно, здесь нужен более тщательный, более подробный анализ для того, чтобы мы могли вам ответить. Вот. Ну, а я бы сказал, что искоренять это, конечно, не надо. Но ничего хорошего от такого искоренения не будет. Вот. Будете себя ругать, будете себя гнобить, будете себя стыдить и в общем и целом. Ничего по факту не добьетесь. Лучше просто призна… просто постараться признать, что есть у вас что-то, что вы хотели бы, что вы могли бы маме своей выравить. Вот. Вероятнее всего, какая-то обида у вас на нее имеется. Только вы себе в этом не признаете. Подавили в себе. Или злость подавили. Или боль подавили. Может быть и то, и другое. Так. Сказать однозначно сложно. Вот. Ну, ответив на те вопросы, которые я вам задал, в принципе, вы получили бы для себя возможность лучше себе разобраться. И вот… только… есть… здесь один важный момент, он касается того, что вам от себя бежать не нужно. то есть то, что вам будет приходить и приходить. Вам будут приходить какие-то мысли, вам будут приходить какие-то чувства, вам будут приходить какие-то идеи. то, что вам будет довольно легко убежать. Вам вернуться в привычную колею и восприятие себя в привычную колею, восприятие мамы. Вот. Это все более чем реально. К сожалению. Вот. Этого нам нужно избежать. Чтобы вы себя все-таки, по крайней мере, почувствовали. Чтобы вы себя ощутили. Чтобы вы себя увидели. Ну, а дальше уже можно будет смотреть и решать, что с этим делать. Вот. Я думаю, что… как-то… как-то так… можно… вам ответить… исходя из… того, что вы описали, исходя из того, что вы рассказали. Вот. Хотя… информации предоставили вы… немного… на самом деле. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Хочется пожелать вам всего самого доброго, удачи. Буду вам благодарен за… обратную связь… по моему ответу. Что это позволит вам… начать над собой работу. Я желаю вам всего… самого хорошего. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Вимка-поставайт. Сейчас будем выключить. Продолжение следует...